Друзья, я рад приветствовать вас на канале Криптоинвестор. Здесь мы обсуждаем различные вопросы, связанные с инвестициями, с высокими технологиями. И, безусловно, мы обсуждаем вопросы, связанные с криптовалютой, так как криптовалюта объединяет все эти направления. Думаю, многие из вас уже ловили себя на мысли о том, что они периодически выпускают отличные возможности по заработку денег. Когда мы видим, что какие-то проекты мы видим сегодня, буквально через месяц, два, через год, эти проекты становятся действительно популярными, они обретают свои обороты, получают огромное количество различных хексов. То есть это x100, x1000. В общем, казалось бы, принести сейчас немножечко денег в этот проект, и уже через какое-то время ты бы мог стать действительно богатым. Сегодня я хочу рассказать вам о проекте Keyboard Legends. Этот проект, в принципе, может стать именно одним из таких проектов. И сейчас мы поговорим именно, почему такое может быть. Но прежде чем перейти к финансовой составляющей опроса, я хочу, чтобы вы обратили на этот проект внимание, как на обычную игру. Начнем с того, что Keyboard Legends – это браузерная игра. Вы знаете, что в браузерные игры можно играть практически с любого устройства. Они не требуют больших мощностей. Вы можете играть с телефона, вы можете играть с планшета, с компьютера. При этом вы можете играть практически в любом месте, потому что и интернет-подключение не требуется широкополосное. То есть вы можете играть в метро, вы можете играть где-то в машине. В принципе, вы можете это делать абсолютно в любом месте, как я говорю, потому что интернет сейчас находится практически везде, и из-за этого браузерные игры получили достаточно широкое распространение среди всех групп населения. А если еще учесть тот факт, что сейчас огромные проблемы с видеокартами, соответственно, играть в современные ААА-игры становится все более и более проблематично, соответственно, аудитория у браузерных игр становится все более и более широкая и привлекает туда даже хардкорных игроков. Не знаю, как вы, но я уже потратил достаточное количество денег в браузерные игры. Это связано в первую очередь с тем, что в них начинаешь играть постепенно, втягиваешься, и потом, когда ты видишь, что твои сагильдийцы, соклановцы начинают тебя обгонять в продвижение, в развитие героев, ты потихонечку начинаешь пристращаться к тому, что немножечко-понемножечку закидываешь туда свои собственные средства для того, чтобы хотя бы быть на уровне со всеми. А когда уже втягиваешься туда по-настоящему, то тогда начинаешь тратить действительно серьезные деньги, потому что рассчитываешь на то, что, ну да, это, в принципе, твое развлечение, на которое ты можешь потратить себе. То есть кто-то ходит в бар, кто-то, соответственно, тратит деньги на мотоцикл или еще на что-то, а ты тратишь деньги на браузерную игру, которая, казалось бы, ничем особым не выделяется. Но в первую очередь это сообщество, ты хочешь оставаться внутри данного сообщества или выделяться на его уровне, и, соответственно, поэтому ты туда заносишь. В общем, как вы понимаете, браузерная игра – это достаточно интересное направление для криптовалюты в будущем, потому что позволяет привлекать огромное количество людей и при этом платежеспособных людей. Как мы видим, Киберк Леджендс – это браузерная RPG, автоматическая игра, основанная на NFT-карточках. В основе игры заложено 8 различных рас, при этом расовая принадлежность влияет на то, какие навыки будет получать ваш герой в будущем. Сами расы достаточно привычные для широкого круга игроков, поэтому любой игрок может найти в NFT свой предпочитаемый стиль развития и прокачки. Прокачивать своих героев можно вплоть до 5-звездочного уровня, и в этом случае у героев открывается максимальное число личных навыков. Как вы понимаете, для достижения максимальной эффективности в игре вам, безусловно, потребуется команда из самых прокачанных героев, и поэтому нужно будет учитывать совместную игру героев в группе. Все это, безусловно, потребует активного поиска нужных вам NFT-карточек на вторичном рынке, потому что для того, чтобы прокачать своего героя, вам потребуются герои этого же плана. Несмотря на то, что все NFT-карточки являются абсолютно уникальными, они имеют собственное отображение, соответственно, они имеют собственные стилы, но если вы объединяете героев одинакового типа, то вы, соответственно, повышаете его рейтинг, повышаете его звездность, и таким образом вы прокачиваете его. Во время прокачки вы, соответственно, усиливаете их уровень, боевую мощь, а также разблокируете слоты с навыками. Сами навыки при этом также являются достаточно разнообразными. У каждого персонажа будет вплоть до 4 слотов для навыков, каждый из которых будет заполнен случайным образом из нескольких пулов навыков. Всего будет 10 доступных редких навыков, 24 доступных эпических навыков, 24 доступных легендарных навыков и 10 вознесенных. Как мы видим на рекламном видео, бои проходят между командами героев с каждой стороны и не требуют активных действий со стороны игрока, что делает эту игру в меру казуальной, но в то же время требует подбора игроков для увеличения мощи всей группы. Так что, как я говорил, приведет к активному поиску нужных героев на вторичном рынке, и здесь, я думаю, можно уже затронуть тему, почему я считаю, что эта игра, Киборг Легенд, станет будущей настоящей легендой. Дело в том, что для успешного развития игры требуется не только красивая графическая составляющая, но и интересный игровой момент, а равно хороший баланс экономики. К сожалению, оценить игровой баланс мы пока не можем, потому что для этого нужно поиграть, но мы можем уже оценить экономическую составляющую данной игры. В игре заложена система собственных токенов. При этом есть два вида токенов, как для обмена, так и исключительно для личного использования, для покупки игровых предметов, земель и планет внутри игры. Сами токены при этом можно получать в игре с помощью различных активностей. Если токены предназначены исключительно для личного использования, то они не требуют от нас каких-либо сложных действий. Для этого можно просто выполнять различного рода ежедневные задания. Но вот для получения токенов блокчейна уже потребуется побеждать других игроков, либо покупать собственные земли, либо иным образом доказывать свою мощь в игре. Как видите на сайте, вариантов достаточно много, и все они будут требовать от игроков максимального уровня прокачки героев. А это значит, что такие способы заработка в первую очередь будут требовать собственных вложений, и это то, что я считаю правильным балансом. Потому что если игра будет требовать от вас исключительно вложений, это оттолкнет обычных казуальных игроков, которые не готовы постоянно вкладывать в игру. Если же игра будет постоянно давать вам токены за различные действия, то это приведет к гиперинфляции, соответственно, никакого интереса в этом тоже не будет, потому что получать эти токены станет тоже неинтересно, и никто в это не будет играть в дальнейшем. Но если для того, чтобы стать действительно сильным героем, вам требуется огромное количество вложений, а для того, чтобы просто прокачивать своего героя постепенно и плавно, вам не требуется ничего, и вы получаете нужные средства в самой игре, то это как раз таки приводит к тому, что в игру вливается достаточно большое количество людей, которые изначально начинают с плавного входа, то есть ничего не вкладывают, а просто прокачиваются. И затем уже приобщаясь к сообществам, вступая в различные гильдии, начинают вкладывать средства, начинают уже активно играть, и, соответственно, уже прокачивать своих персонажей по полной программе. При этом, если мы посмотрим на Marketplace, мы увидим, что получить максимальный уровень героя будет достаточно дорого. Но в то же время вполне реально. Специальные мистери-боксы позволяют гарантированно получить героя с 4 и 5 звездами. Однако количество таких боксов ограничено и может быть раскуплено очень быстро. В то же время у любого есть небольшой шанс получить даже самого легендарного героя во время обычного митинга. Митинг первых 10 тысяч NFT-карточек начнется 10 декабря и продлится 1 месяц. Однако если все карточки будут распроданы слишком быстро, то дополнительно будут выделены от 5 до 10 тысяч NFT-карточек на митинг, а также добавлены сундуки с легендарными и вознесенными NFT. И теперь я бы хотел остановиться на том, что изначально может показаться, что у данной игры достаточно малое сообщество. На текущий момент мы видим, что в Дискорде, в Твиттере меньше 5 тысяч человек, что кажется достаточно малым для такой игры. Но я хочу обратить ваше внимание на то, как называется непосредственно первый митинг. Он как раз таки и называется митингом основателей. То есть первый митинг осуществляется среди первых игроков, основателей. И соответственно вы можете присоединиться именно к самому дешевому митингу, когда цена на карточки является самой низкой, когда на вторичном рынке карточек еще нет. И соответственно в этот момент вы можете получить эти карточки по самой дешевой цене и в будущем реализовать их по максимально дорогой цене, либо просто играть в эту игру и получить заработки свои. А если вы обратите внимание на те социальные активности, которые уже заложены в проекте развития, то вам станет ясно, что в ближайшее время в данный проект придет большое число новых участников, так как командам предложены отличные вознаграждения для промоутеров проекта. Причем не сомневаюсь, что подобная практика будет продолжаться и в будущем, так как мы видим, что в самой команде есть достаточно опытный директор по маркетингу, что благотворно скажется на самом развитии проекта. Ну и напоследок хотелось бы обратить внимание, когда стоит ждать иксов от текущих покупок. Если мы посмотрим на дорожную карту, мы видим, что главный PvP-режим будет запущен с сентября по декабрь 2022 года. Таким образом, до этого момента еще пройдет множество этапов плавного развития игры, так что я думаю, что максимальных плюсов следует ждать не раньше, чем через год. Много это или мало, просто посмотрите на другие игровые проекты, которые уже практически нереально войти, так как цены на NFT-карточки выросли буквально до небес. Это касается и метавселенных, и просто игр. А учитывая тот факт, что здесь будут также продаваться планеты и земли, думаю, спустя год купить их уже будет так же сложно, как и у аналогичных текущих проектов. При этом в течение этого года есть различные дополнительные этапы. Если вы перейдете на сайт, вы увидите, что есть собственная таверна. В таверне есть различные развлекательные элементы, различные игры, где вы можете играть в том числе и за токены самого проекта. Соответственно, вы можете ставить эти токены на кон. Так что, в принципе, сообщество не останется без дел. Соответственно, всегда может развлекать себя в таверне и общаться с другими игроками по поводу тех или иных нефтекарточек, которые у них есть. В общем, друзья, как вы понимаете, до минтинга остался буквально один день. Соответственно, вы знаете, что делать. Переходим в Discord, смотрим на Twitter, подписываемся на все социальные сети для того, чтобы не пропустить активные новости. Непосредственно минтинг будет проводиться на самом сайте. Ссылочки на сайт у меня есть в описании под видео. Время минтинга, как вы уже поняли, идет с 10 декабря по 10 января, но может закончиться гораздо раньше, если карточки будут активно продаваться. Как обычно, более подробную информацию вы можете также получить на сайте самого проекта. Ну а на этом у меня на сегодня все. Как обычно, желаю вам хорошего времени суток, больших профитов и до встречи!